В областной столице продолжается чемпионат по баскетболу КС Баскет. За путевки в суперфинал борются лучшие школьные команды Северо-Западного округа. Наш регион представляет юношей девушки из команды «Факел». Как прошла первая игра, знает Нина Костылева. Эту игру сложно назвать любительской. Кажется, что здесь собрались лучшие игроки. На баскетбольной площадке встретились команда «Факел». Это ученики 11-й архангельской школы и игроки из республики Коми. «Настроены побеждать, как и все команды, то есть приоритеты выиграть и поехать дальше. За 7 лет, скорее всего, да, вы правы, это первый наш такой большой и дальний выезд. Да и интересно будет для будущего посмотреть, на что способны другие города». В прошлом году игроки команды «Факел» заняли третье место по Северо-Западу. По словам ребят, к этому сезону они также хорошо подготовились. «Мы ездили на сборы, на игра. Также все ребята не отходили с площадки, всегда занимались. У нас по две тренировки в день, поэтому парни подготовленные, выносливые». Уже в начале игры преимущество взяли северяне. Как итог, счет 103-36 в пользу Архангельска. Сегодня команда играет со школьниками из Пскова. «Задачи ставим всегда большие. Самая основная задача – это, конечно, попасть на суперфинал. Мы готовились целый год, прошли немало соревнований, в которых побеждали, проигрывали. Много было выездов, но подготовка велась серьезно». Чемпионат школьной баскетбольной лиги «Кэсбаскет» проводится в России уже 16-й сезон. Он стартовал в Пермском крае и из регионального проекта вырос до всероссийского. Сегодня турнир объединяет более 70 субъектов страны, в том числе наш регион. «То, что уже восьмой раз Архангельска принимает Северо-Запад, это говорит о многом. И, конечно, мы очень благодарны за ту поддержку, которую оказывает нам регион, субъект Архангельска область. И Федерация Баскетбола принимает очень активное участие в развитии. Водник – организация ваша. И очень приятно, что мы имеем таких друзей». За путевки в суперфинал будут бороться школьники из Калининградской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской областей, Республик Коми и Карелия, а также из Санкт-Петербурга и Ненецкого округа. Победители станут известны 18 марта. Нина Костылева, Анна Жукова, Роман Королюк, Вести Поморья.